Сначала джазовый концерт на открытом воздухе, потом сладкой ватой и шоу мыльных пузырей. И это только начало праздника. Самое интересное впереди. Я называю себя дрессировщицей мыльных пузырей. Так у нас сегодня цирк. Я их дрессирую, они меня пытаются слушаться, но сегодня ветер у меня свои коррективы, поэтому мы подстраивались под ветер. Пузырей было много, по-моему, ребятам понравилось. Как настроение? Хорошо! Хорошая! Что вы делаете? Надуваем мыльные пузыри. Прикольно? Да! Поймав все мыльные пузыри, ребята пошагали в цирк. Их провели туда, где просто так оказаться нельзя. Показали, где артисты готовятся к выходу, где хранятся костюмы, где находятся животные всю жизнь за кулисья. Все объявления, все вывешивается вот сюда. То есть артисты приходят утром, смотрят, какие тут указания для них. От этого они отталкиваются. Следующая остановка в экскурсии по Ивановскому цирку. Музеем здесь хранятся сценические костюмы народных артистов Аскольда и Эдгара Запашных. Реквизит для выступлений и фотографии. Среди них и снимок Виталия Смоленца. Гостям цирка поведали его удивительную историю. Он ехал, переезжали они из города в город на гастроли. И случилась на дороге авария. То есть в отбойник влетела машина и выпал парень из машины и лежал. И шла фура на большой скорости. То есть она бы этого парня переехала. Он схватил, успел выбросить его за этот барьер, за отбойник, а сам попал под машину. И он лишился двух ног. И он через 7 месяцев, вот видите, он вышел ко львам. Пройдя там, где обычно не ступает нога зрителей, можно сказать, ненадолго почувствовав себя артистами цирка, ребята с родителями отправились на репетицию посмотреть, как дрессировщики и их воспитанники готовятся к выступлениям. И взрослым интересно посмотреть, и детям. Дети вообще очень счастливы, довольны. Ватю накормили, подарки дали. Спасибо всем большое, очень приятно хоть на которое время забыть о войне, как говорится. А среди воспитанников и у дрессировщиков, кого только нет, в Иваново Тиграна Копян привез бегемота, зовут которого, точнее, которую Юлиана. Она послушно выполняет все указания. И по качеле идет, и вокруг пальмы. Животные меня укусят. Животные укусят и убьют меня. Животные. Первый раз боится просто. Шустрые пони, как ветер, промчались по манежу. Свои умения показали и мохнатые бобтейлы, и баллонки. Так завершился день в цирке. Яна Медерникова, Максим Шишкин, телекомпания Барс.